Мы тоже с вами закрыли, может быть, не навсегда. И сейчас я хочу действительно ответить на ваши вопросы, если они есть. Что-то рассказать, да, если вам интересно о себе, или о чем-то еще, о чем-то другом, о чем я могу бы сказать. Есть ли вопросы у вас ко мне? Нет, вопрос. Так. Юля, а вы расстались с Лиоланчей? Или все-таки нет? Поскольку музыкальный учитель. Да, музыкальный учитель, потом университет, да, как журналист. Я закончила Казанского музыкального училища по классу виолончели и долгое время не играла. Вернее, сначала я играла в любительском оркестре, это было вообще забавно, потому что оркестр у меня, когда училась в университете, оркестр у меня был в, ну, как сказать, в другом месте, не в университете. А после учебы я сразу, после второй смены, шла на учебу. А училась я в высотном здании на 13-м этаже. В лифт первокурсников не пускали никогда. Я с виолончели на 13-й этаж, сейчас представить сложно, с виолончели обратно. В общем, играла в оркестре одно время, недолго. Потом был длительный перерыв, потом была замечательная история, когда у меня родилась дочь, ей было лет 8, наверное, 9. Она у меня поиграет виолончель, поиграя, сама садилась, что-то пыталась. Я, в общем, не хотела, и уже не могу, и, в общем, как-то не умею. Доставала-таки виолончель. И однажды, что-то так воодушевившись, играю, что-то так мне хорошо стало. И я говорю, Соня, Соня, дочь моя, давай мы сделаем концерт. Я буду играть на виолончели, мама Фирузы будет играть на скрипке, это мама одноклассницы, и мама Рафаэля будет играть на фортепиано. Трио такое сделано, у нас вот такие родители в классе были. Давай сделаем такой концерт. Соня у меня посмотрела, говорит, я думаю, что на этот концерт приду я, Фируза и Рафаэль. Мой энтузиазм так погас. И опять я, в общем, забросила это дело. Но через некоторое время у меня в Казани идет цикл концертов героя моего романса. Уже, по-моему, пятый или шестой сезон, где я сбила со счету. Это четыре концерта в сезон обычно бывает, или пять. Когда я готовлю программу, посвященную или композитору, или поэту, или исполнителю какому-то, которые не только в жанре романса и песни сыграли большую роль, но и для меня лично. И, в частности, один из концертов был посвящен татарскому композитору Рустему Яхину. Это, я считаю, великий татарский композитор, действительно, который сумел татарскую музыку поднять на просто мировой уровень, безусловно. Так вот, а я училище заканчивала с его произведением. И такая мысль у меня, достану-ка я волончель и вот сыграю-ка я. Яхина достала, занималась, сыграла, сыграла, правда, так себе. В общем, но даже мы потом, когда у нас у каждого концерта есть видеоверсия, они все на сайте есть у меня. Потом даже этот номер волончельный мы переписали отдельно, встретились с пианисткой Маргариты Коварской, встретились и записали. Но вот такое начало было положено. Потом был квартет, мы собрались вот такие четыре мы, которые вот когда-то чего-то учились, но сейчас уже перестали. И даже мы стали собираться в музей Боротынского, о котором я вам рассказывал. Даже назвались Боротынский квартет, так красиво. Но грянула пандемия. В общем, мы расстались, теперь уже пока еще никак не собрались. Теперь у нас ушла артистка, ушла, как бы скрипачка поменялась, уже вторая. Ну, в общем, вот какая-то пока еще нет. Я надеюсь, что это будет в моей жизни еще виолончель. Еще в одной программе, когда речь шла о Шуберте и Шумане, я тоже там ограла на виолончели. В общем, вот как-то вот так эпизодически, периодически достаю. Просто сейчас уже такая, говорят, мастерство, я там не пропьешь. Да, ну, в смысле, не то, что я его пропила, но, в смысле, пропьешь, ими годы идут, никуда не денешься. Уже знаю, как надо играть, но уже не получать. То есть занятия, конечно, занятия. Говорил один, по-моему, это Ростропович говорил. Нет, Ростропович. Если я не занимаюсь один день, замечаю я. Если не занимаюсь два дня, замечают друзья. Если не занимаюсь три дня, замечают публика. Это пианист какой-то сказал. Нет, это вы лучше не сказал. Руденштейн это говорил. Ну, видимо, они все об этом говорили. Это только подтверждает эту мысль, что, в общем, не заниматься нельзя. И поэтому, конечно, уходит. Но хочется, правда, виолончели я люблю как инструменты и как воспоминания. И поэтому... Но у меня в виолончели гитара слились в другую сторону. Я сейчас иногда играю на бас-гитаре. И вот сейчас будет юбилей группы Улиншпигель. Это казанская легендарная группа Барт, Рок, Фолк. В общем, вот такая она когда-то гремела. И когда-то в 40 лет уже этой группе будет отмечаться. Я вот когда-то давно играла, вот 30 лет назад, на виолончели в этой группе. А последние годы... Может, лет два... Пятнадцать, может быть, какие-то цифры, какие-то невозможно. Да, я уже играю на бас-гитаре. Мы собираемся нечасто. Но вот сейчас юбилейный концерт. Аншлаг, все меня до природы, мы все скучаем, все хотят у Личвиги. Вот 20-го числа будет концерт, и там я буду играть на бас-гитаре. А еще в этом году сбылась моя мечта на Грушинском фестивале. На втором Грушинском, августовском. Я давно хотела... Андрея Козловского знаете. Вот была моя мечта поиграть с Андрюшей на басу его песни. И, в общем, она сбылась на сейшене, ночью ночной концерт Ильяна Басу с Козловским. Да, это было хорошо. Ну, в смысле, это было мне хорошо. Я не знаю, как было снаружи, но мне было хорошо. Никто не записал, представляете? Нет, никто не записал, никто не включил, никто не... Это самое, все, видимо, были в таком шоке. Но неважно. В общем, так что вот такая моя басовая сущность, она вот в такую вылилась историю бас-гитары. В общем, вот как-то так. Есть ли еще вопросы? Да, скажите, а вы Грузия? Да, есть одна грузинская песня у меня в репертуаре. Спеть? Ну, попробую. Да.